Здрасте, 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 здрасте! Ну что ж, могу сказать, что я буду потихонечку возвращаться на YouTube, потому что мне этого не хватает, сейчас начинается лето, весна, уже заканчивается, и можно немножко похайпить на очень такой интересной теме, любимой теме, покупочки, книжные покупочки. Давайте начнём! Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Буклама. Господи, как давно я этого не произносила! Честно, я собиралась снимать видео, вот всё было в моих руках, а потом всё пошло как-то по моему плану, и вот два месяца я уже ничего не выпускала. У меня накопилось очень много книг, ещё с прошлого года, что-то я в этом году покупала, ещё ко мне кое-что едится в ВИТО, но я уже стала... Решила, что не буду этого дожидаться, для того, чтобы всё это показать, покажу в следующий раз. Вот книжечки, что-то вообще в плёночке, сейчас будем всё разбирать, всё в этом плёночке. Вот, давайте всё по порядку, я тут отодвину. Ну, во-первых, мне надо там оправдываться, типа, мол, я не снимала столько, видела вообще, что за бред? Конечно же, нет, я думаю, я этого делать не буду. Давайте мы начнём с эксклюзивной классики. У меня их здесь три штучки. Одна из них – это повторка, потому что, к сожалению, предыдущая пала жертвой моих съёмок. Я решила продублировать её. Это Ильф и Петров, Золотой телёнок, я его ещё не читала. Стоил он, кстати, все цены будут тоже здесь указаны, и здесь написано на них. Значит, стоил он 180 рублей, вот я покупала в своём любимом книжном магазине поддержанных книг. Всё люблю, всё ценю, мне очень-очень нравится. Будем читать. Дальше у меня тоже Ильф и Петров, я его купила уже на Азоне, по-моему, рублей тоже за 180, тоже цены все укажу. Это их другой роман «Светлая личность», возможно, это повесть, даже не знаю. Если бы я разбиралась, но я не разбираюсь. Вот, я очень рада, что в этом издании я собираю Ильф и Петров, к сожалению, не все их произведения есть в данном издании. Если мне что-то понравится ещё, я докуплю. И я как раз заказала себе на Азоне, должно, вот тоже здесь будет, тоже Ильф и Петров в другом издании. Там Золотой телёнок и 12 стульев, тоже покажу. И третья книжка, которую я вот сейчас читаю уже, здесь вот такая закладочка, закладочка, давайте я вам её тоже покажу, мне она тоже так нравится. Вот, это Борис Львович Васильев, «Не стреляйте в белых лебедей». Честно, я не знала, как она называется, потому что я её начала вчера читать, мне она очень нравится. Сегодня вот доделаю все свои домашние дела и буду её продолжать читать, так как выходной. Вообще, у него же есть несколько произведений, я их читала, «Зорь здесь тихий» и в списках не значатся. Это книги о Великой Отечественной войне. В мае я их всегда читаю, в этом году я чуть-чуть профукала момент выбора этой книжки, потому что я обычно это делаю заранее. Но, возможно, что-нибудь мне приглянётся, и я успею начать читать до майских праздников, вот этих, там где 9 мая, потому что для меня это очень важные книжки, книги о памяти. Вот, но эта книга, я взяла как бы её, потому что я думала, что она тоже на данную тематику, почитала она даться и поняла, что нет, но всё равно я её решила купить, потому что там была скидка и всё такое. В итоге я начала, я не пожалела ни в коем разе, но я понимаю, что это не та тема, на которую до этого писал Васильев. Дальше я вот купила, решила попробовать пособирать вот в такой коллекции книжки классические. Это Клуб Самоубийц, Роберт Лю Стивенсон. Вчера буквально я видела женщину в электричке, которая читала его в формате эксклюзивной классики. Не знаю, насколько это можно считать, наверное, классикой, хотя я могла бы сейчас блеснуть знаниями, сказать, что знаю, в каком году он писал, но я этого не знаю. Но у меня почему-то такое ощущение, что до классики он ещё не может читаться, потому что у меня такое ощущение, что он типа в 80-е писал. Для меня это ещё пока не классика. Ну, хз-хз. Давайте мы её вместе с вами раскроем. Сейчас я найду капсиллярскую ножечку, и мы её вместе раскроем. Ножичок. Оп, оп, оп. Ножичек. Я её в плёнке держу просто потому, что я её купила буквально в прошлой неделе тоже. У меня все покупки, на самом деле, кстати, эти, они либо из моего поддержанного магазина, в котором я покупаю, либо из Азона. Вот, поэтому как-то так. То есть, на самом деле, вот эти книжечки, они достаточно относительно дорогие, с учётом того, что это мягкий переплён. Но мне нравится, что они внутри вроде как с белой бумагой, и вроде как пока это чувствую, они всё получше. Поэтому я готова их даже чуть больше наплатить. То есть, на Азоне, кстати говоря, вот эти эксклюзивные классики сейчас тоже достаточно дорогие. Уже по рубля 200, и всё такое. Понимаете, что в контексте подорожения всего и вся это не так много, но как будто бы я не готова за классику эксклюзивно платить больше таких 100 рублей пока что. Ну вот, шрифт здесь достаточно такой большой, просто посмотрите. Я вообще люблю, вот знаете, когда показывают, что в косметике всякие свочи, что в книжках, какой шрифт. Потому что, блин, вот я наебалась с, например, с той же Анной Джейн, где у неё, блин, дохерища текста. А он очень мелкий, и ещё книги, блин, вот-вот-вот-вот такие. Там ещё и текст очень маленький, мелкий, и там прям такой убористый убористый, ни в кера себе. Мне очень нравится то, что здесь вот такой разворотик есть вообще. Ну, короче, прикольно. Мне нравится, пахнет, конечно, вроде не сильно бумагой такой вот, как я люблю, но тоже нормально. О, кстати, немножко подходит по-моему, нет, сегодня не подходит по-моему, сегодняшний лук. Ну, короче, я уже облапала эту книжку, извините за подробности. Дальше, не знаю, мне кажется, я ни у кого такого ещё не видела, блин, такая, блин, эксклюзивная. Нет, короче, Лорен Оливер в моей молодости лет 10 назад поразила меня своим произведением. Она называлась «Прежде чем я упаду». Есть аннотация, вообще экранизация этой книжки с одной актрисой, которая мне тоже очень нравится, импонирует она мне сильно. Назывался «Фильм «Матрица времени». Фильм я, по-моему, так и не посмотрела, но я читала книжку, мне очень понравилась. Про подростков, про школу, про, по факту, день сурка. И я чуть задалась вопросом купить себе книгу эту в определённом издании, но потом я начала лазить по интернету, поняла, что её нет. Хотела бы обновить, а в итоге, если заказала бы, она ко мне приехала, сегодня заберу. В другом издании я решила, что пофиг, не хочу я тратить ещё время и намного больше денег, чтобы купить именно то издание. Хотя оно, по факту, это определённая просто серия книг, в которой выпускаются разные авторы, и я её собрать не буду. Соответственно, не вижу я смысла сейчас себя покупать именно в этой версии. И я заметила, что у неё достаточно много других книг, и решила, что я тоже могла бы их почитать. Не знаю, насколько сейчас это было рационально их покупать вот так в печатном виде, не читая их в электронном, но просто я сейчас понимаю, что я очень много сижу в телефоне, и в аудиоформате этих книг нет, а в электронном виде читативного телефона я сейчас отказываюсь от этого, пока я не куплю себе электронную книжку. Я буду читать всё в бумажном виде, вот именно вот прям читать-читать глазами. И, соответственно, вышло так, что я решила просто купить эти книжки, и эти две книжки, это вот как бы они идут в комплекте. Вот такая-то пробложка, давайте я вот здесь сижу в Балдаре, давайте я пока буду открывать. Я их купила за 150 рублей на зоне. Причём они вот быстро закончились, так и надо быстро оплатить купить. Потому что по отдельности каждый из них на том же азоне стоил по 450 рублей. Вот, и все остальные книжки этого автора, по-моему, ещё три или даже четыре, я купила на Авито, вот они ко мне пока едут. Одну из которых как раз-таки я читала, плёночек мне с удалой. Как я понимаю, это история о двух девушках. Вот смотрите, кстати, она там в допаковке, здесь лежат не как с пробложкой, такой чехольчик. Не знаю, насколько это оригинальный фильм, но у меня как бы не вызывает недоверие, вот это всё, поэтому я думаю, что всё оригинально. Значит, книги называются «Реплика и копия» про двух девушек, вот их истории. И как я понимаю, сейчас подождите, ладно, давайте вот сначала одну. Вот с одной стороны вот такая девочка, потом оп, и тут другая. Значит, одну зовут Лира, другую зовут Джема. И вот одна книжка – это история с точки зрения одной из девочек, а вторая книжка – это история с точки зрения другой девочки. Интересно. Были, честно сказать, мне нравится, ну, как бы общий план мне нравится, но по оформлению именно то, что вот такая перевёртышка с девочкой, это тоже очень эффектно. Вот. Надо будет разобраться, какая из них первая, какая вторая. Сейчас. Так, здесь нигде ничего не написано. Давайте прочитаем вот на вот этой бумажке. Две девушки, болезненный подросток, избежавшая реплика. Два взгляда на один сюжет. Ну, это мы сейчас уже выяснили, вот я только что это сказала, чисто пересказала то, что я и так прочитала, когда смотрела на самом озоне. Получается, первая книга – это, по идее, ну, как вот здесь написано, ну, то есть вот здесь, как бы, аннотация, если первая написана, что первая идёт реплика, значит, вот эта книжка. В любом случае, я думаю, что я буду её читать вот сейчас, весной летом, как раз наработку есть, здесь наработки тоже делать будет не так много, тоже можно будет почитать. Она, кстати говоря, не такая большая, то есть вот я сейчас буду дальше следующую книгу показывать, она даже побольше будет. То есть они, ну, ну, как вам сказать, по размеру, я просто вот тоже, размерные сетки – это вообще не моё, не в одежде, ни в чём. Короче, она в высоте почти такая же, как эксклюзивная классика. Вот. Если захотите, я думаю, мне, по-моему, нельзя ещё оставлять в описании ссылки, может быть, в комментариях есть, там будут ссылки на эти книжки, я вам могу их оставить на одном, на патите, приобретёте. Так, это мы откладываем, это мы тоже откладываем, и дальше я тоже вот чётко как-то накупила себе Джоан Харрис, я решила, что нужно дать этому автору шанс именно в печатном виде, бумажном, потому что я почитала у неё две книги уже, это «Блаженные» и это «Пять четвертинок апельсина», и они очень понравились, они совершенно разные, и при этом какие-то... Знаете, вот вы читаете книгу, вы понимаете, что этих людей, возможно, не существовало, но, возможно, и существовали, и вам так их искренне жаль по-человечески, что как будто бы, даже если... Вы знаете, ну, опять же, я могу предположить, что есть истории, которые ты понимаешь, что условно это могло происходить. Эти истории, возможно, тоже могли происходить, но как будто бы у тебя есть вот эта доля сомнений в том, что это действительно могло быть, то есть там как будто есть какая-то мистическая такая составляющая ещё. Но когда ты думаешь о том, что это могли быть действительно реальные люди, тебе становится так обидно за то, что судьба с ними так обошлась в какой-то степени. И при этом серию шоколадов я не читала. Насколько я знаю, что первой части у меня ещё пока всё нет, я хочу вот в этом издании их собирать, они потрясающие. Я пять четвертинок апельсина, я брала в библиотеке, читала вот тоже в этом издании, но как будто бы оно было немножко другое. Не настолько soft touch, оно было как будто более потрёпанное. Я понимаю, что это, блядь, всё бы запачкать, для этого я буду вот обложки надевать. Я прозрачная обложка из-под своих старых тетрадок, которым уже, блядь, я шоколад закончила пять лет назад. Но они всё у меня есть ещё. Они очень красивые, мне ещё нравится перелив. Вообще на камере, мне кажется, выглядит балдёжно. Не знаю, какая из них какая. Значит, вот эту я купила в этом, в кинестическом магазине. Она немножко здесь потрёпанная, но я это могу вот прям сейчас при вас. Я как раз собиралась это сделать. Ну, не при вас конкретно, но собиралась подклеить её. Ну, всё никак не могла найти клея. Тут я разобрала шкаф, стол с выточними. Поняла, что всё у меня есть в столе, просто оно где-то там завалялось. Так. И третья. Это отдельная книжка. «Тёмный ангел». Причём я её заказывала ещё, ну вот, ещё в прошлом году. И что-то мне нужно били деньги. Я что-то думала, что можно с Альвёной эти деньги вывезти. Ну, их как бы можно вывезти, но там надо сделать ещё много раз, сделать движение. И поэтому я её сдала. Она так вот стоила, типа, 200 рублей, 220. И после этого у меня началась тушить жаба, что я не хочу её покупать за дорожью. И сейчас была опять у неё скидки, заплатилась. Мне, по-моему, тоже где-то 230 рублей. Кстати, вот эти леденцовые тофики, они стоят 230 рублей. Такие, она достаточно, прям, у песен. Причём, мне кажется, они из-за того, что они тяжёлые, они такие, прям вот, ну, как я это называю, странички с жилеевыми-то-нибо-таки. Пока я искала книжки, которые я там сваряла прям по списку, по Озону, что я заказываю, ещё что-то. Потому что книжки-то уже стоят на полке, там, месяц-два, я забываю про то, что я их покупала там, условно, не показывала вам ещё. Я увидела Дафну де Морье и охеряла от того, что ценник 150 рублей. Потом я увидела, что на ценник написано «Уценёнка» и поняла, что где-то там был какой-то дефект. Чтобы вы понимали, на скидках даже на Озоне они стоят сейчас по 360. И меня жаба дуушит. Короче, у неё вот здесь такой, ну, я не знаю, как мне написать, ну, какой-то такой заломчик. В принципе, ничего страшного, криминального в этом нет. И вот здесь какая-то грязище небольшая. Но в целом, вся остальная книжка, извините, в полном порядке. То есть, всё с ней хорошо. Читать буду. Я у неё читала «Трактиль Ямайка». Мне понравилось. Вот это издание, оно просто потрясающе. Я не особо люблю суперобложки, поэтому меня не расстроило, что её нет в суперобложке. К слову сказать, в этом магазине, в котором я упала, там были они ниже. Прообложку эта история тоже где-то по 350 рублей, по-моему. Если по 350, то я, наверное, даже схожу, возьму себе, ну, не конкретно эту, а там другие были. Но если по 350, не вижу смысла, мне легче купить на зоне, а не тащиться в этот магазин. Дальше пойдёт книжечка «Лорен Энн Вайт». Такое ощущение, как будто «Энд Вайт», типа «Black and White». Ну вот. Когда меркнет свет, я начала её читать. Вот я там даже сколько-то читала. Кстати, покажу вам свою и очень удачную пробу пера с эпоксидной смолой. Она такая вот у меня немножко корявенькая. Но будем надеяться, что всё получится в следующий раз. Вот. Честно, какая-то херота. Я её вот никак не могу не читать. Она у меня так лежит. Она лежала сначала у меня в сумке, потом на прикроватной тумбочке. Я её, блин, даже не тяню в руках, не просто потому, что это какой-то литературный фастфуд, который очень легко написан. В аудиоформате, уверена, я бы её уже сто пятьсот раз послушала. Но как-то, когда читаешь, я не то, что... Ну, я и засыпаю, я как-то не очень к такому тянусь. То есть, вот я, например, хочу собрать себе эту серию, как его зовут-то этого? Майка Омера. Потому что я её уже прочитала, и думаю, ну, прикольно, можно, в принципе, поставить на пол. Но, в принципе, вот у меня стоит одна книжка, честно, я даже не задумываюсь о том, чтобы на Авито поискать ещё две следующие. И... Потому что я быстро прослушала в аудиоформате, это было захватывающе, но в печеном виде, как будто бы, я бы не хотела её читать. Вот здесь тоже самое. Я скреплю стулом, ну, извините. Дальше. Я очень рада этим приобретением. Это моя любовь. Наконец-таки кто-то меня услышал там сверху и всё-таки позволил мне собрать эти книжки. Жаль, конечно, не в том издании, в котором я хотела, но я всё-таки не теряю надежды их собрать. Единственное, там была одна книжка, которая была, видимо, больше напечатана большим тиражом, либо её меньше как покупали, она висела на зоне. И нет, чтобы не заплатить эти сраные там 250-300 рублей. Нет, я дождалась, пока они закончат и теперь хожу, бегаю, ною, что их нигде нельзя найти теперь. И смотрю на перекупов Солита, которые просят у неё типа в 2-3 раза дороже. Я думаю, блин, ну, женщина, ну, мозг это вообще не твоё, никакой, ни головной, ни косты, вообще никакой. Но вот стоят три книжки есть. Я уже две ещё положила себе в корзину или их там три, короче, не знаю. И буду собирать. Честно, я не все ещё читала, но, мне кажется, летом это прекрасная идея вот продолжить сочетение. Но вот это я читала, по-моему, вот это я читала. Если это третье, то я тоже её читала. А то у меня остановилась на четвёртой. Прикольное оформление на самом деле у них. Вот, давайте их ещё раз взглянуть по стороной с цветочком. Она миленькая, мне она, мне всё так нравится, но, как бы, она безрыбья и рак рыбы, поэтому, вот так вот. Поэтому, как бы, вот как-то так. Мне ещё нравится то, что здесь такой ещё приятный шрифт и вообще... Ну, короче, мило сделали. Вышло, по-моему, уже шесть или пять книг. Я очень надеюсь, что все... Просто некоторые дропнулись с предзаказами одновременно, по-моему, две книжки подряд. То есть, они их не выпускали, не выпускали, потом дропнули две на предзаказе, и они почти сразу появились вот в наличии. Ну, относительно сразу. Вот. Так. Дальше тоже я вот в этой серии хочу продолжить собирать книжки. У меня, по-моему, есть Дракула и... Это, по-моему, вторая. Мне они очень нравятся. Они такие красивые. Они... Ну, как бы... Твёрдая обложка. Я, да, я всё ещё тот человек, который ценит твёрдую обложку, несмотря на то, что, возможно, в каких-то моментах она непрактиченая с точки зрения передвижения с ней, там, в общественном транспорте, когда ты в сумку кладёшь, то есть, она как будто бы более объёмная и всё такое. Ну, ничего не могу поделать с собой, особенно, причём для того, что я человек, который читает книжки относительно долго, и... мягкой обложке у них намного больше риска поглядиться и не дожить до того момента, как я их дочитаю. Атель с привидением тоже можно почитать летом, либо уже ближе к октябрю, осени, там, такие вот какие-то талантства, но... не знаю, просто я вот так сейчас смотрю, я как раз делаю эти видео себе, такой пинок, для того, чтобы читать больше, потому что я, наконец-таки, стала брать с собой книжку, печатать в виде уже в электричку, читать её там, и всё в моих руках. Вот я, кстати, когда вам говорила, что на меня доедут книжки, я забыла сказать, что первых книг, которые я купила, вот, Лорен Оливер, это вот эта книга, как раз таки, я такая думала, надо сняться тем, покупать их, вот, в течетом виде, именно вот эту серию книг, ну, здесь не серию книг, а именно этого автора, забавно, что это обложка, я не знаю, как там в оригинале, надо будет, это погуглить, но вот эта обложка, я точно помню, что я читала книгу, какой-то, по-моему, Меди Мемирай, или кого-то ещё, короче, девчонка, я не помню, как это называется, я здесь вспомню, вот здесь тоже всё прикреплю, короче, блядь, да чё ж я с кубиками с рамками скреплю, просто трэш, я не могу, девчонка, короче, попала в аварию, и стала в инвалидном кресле, её потом сдали в какой-то рехаб, и она там с другими челами тоже на инвалидном кресле, куда-то они там поехали, и, короче, я помню, как я слушала это в аудиоформате, мне было лет 15, я такая, ой, как прикольно, я решила пойти почитать в интернете про эту книжку, и её там обосрали, я думаю, ну, не знаю, я даже этого автора не читала, просто потому что, ну, как-то мой взор был на что-то другое обращен, но я помню, что эта книжка была у меня в аудиоформате, именно вот этой картинкой, только не обрезана, там сверху ещё, типа, у девочки лицо есть, типа, логично, да, что у неё там дальше есть лицо, вот, и мне было интересно посмотреть, что сюда они тоже херанули эту окошку, и написано, что-то впервые на русском языке, в каком году это её выпустили, ой, тоже не, я не знаю, у меня энергия нос заложила, или книги, блядь, перестали пахнуть книгами, шрифт тоже, блядь, дохера большой, ну, посмотрим, от автора бестселлера New York Times номер один, прежде чем я упаду, ну, блядь, New York Times вообще, в принципе, не показать, но, окей, так, какой это год, подписан в печать 2017 год, ну, значит, это прям давнейшная такая история, интересно, а Таня, если в печать, значит, это просто её не раскупили, по всей видимости, это не топ-тираж, тираж 3000 экземпляров, нормально, Марио Пьюзо, вот честно, я не знаю, нахрена я её буду собирать, я вот купила эту книгу, я её уже прочитала, честно, вот я читала «Огрестного отца», не моё это, вот честно, не моё, это интересно, это безусловно хорошо написано, но как будто бы это не моё, не такую литературу я люблю читать, и, сука, Азон, нахрен, наклеил это гамнище, я его пока склеить не буду, потому что, боюсь, что вот это всё сейчас, ну, особенно сейчас на камеру, будут вмятинки просто, не хочу, издание крутейшее, мне оно очень нравится, с учётом того, что я в этом тоже купила рублей за 400, а в магазине стоит 900, я считаю, что это хорошее приобретение, и я бы собирала всю коллекцию, ну, не нравятся они, я не знаю, ну, собирать чисто, чтобы потом папе дать почитать, и последнее, это вот истерия того, что на Азоне подаются книжки, БУ, но при этом, я не знаю, это типа, вот магазин, именно такие, бульские, извините, с пуском громко, СМР, я вот в таком же принципу хотела себе купить, и я купила, короче, хотела купить Чехова и Гоголь, но я понимаю, что у меня объективно их некуда будет ставить, просто, она вся в пупыре, она пупырчатая, у неё, видите, просто поплыла уже, не знаю, как показать, так, чтобы было видно, не видно, наверное, короче, вот, 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 сейчас, подождите, опять кокус ушёл, да, может быть, видно, такие пупырки, это просто, вот, для чего я упарюсь, вот, вот с этой стороны, покажу, не знаю, на стороне, где есть рисунок с Остапом Бендером, здесь тоже есть, вот, то же самое, что и вот здесь, это вот такие, визути, на самой, обложке, блять, видно, да, нафига я этого комментирую, я не знаю, ну, это от старости, это книжка, давайте посмотрим, какого года, какие форзации, или форзации, кому как, как нравится, мы здесь не ханжи, блин, давайте я вам просто покажу, Остапа Бендера, потому что, ну, этот мужчина, он просто великолепен, ну, его, правда, блять, тут грохнули, ну, спойлер, извините, так, хоть бы, что мне написали здесь, так, что у нас здесь есть, у нас есть, логично, что здесь есть, здесь есть 12 стульев, это золотой серёжок, есть ещё отдельная, там книжка тоже, там только 12 стульев, я такая, нафига мне, я хотела сначала купить две, я что-то не увидела, потому что они у меня лежали только в этих выбранных, я такая смотрю, думаю, блин, я думаю, почему одна дороже другой стоит, потому что объективно, ну, если там по одному произведению, то они могут стоить одинаково, неужели на один из них спрос больше, но смотрю, здесь два произведения, думаю, зачем мне покупать одну книгу, в которой просто 12 стульев, а второй, как бы, и 12 стульев, и золотой серёжок, возьму только одну, но вторая тоже прекрасная, жаль, что, вот, 1994 год, я её, конечно, поставила на полку, потому что она была в плёнке, но сейчас я её ставить на полку не буду, потому что мне её нужно обработать, чтобы, не дай бог, там не было какой-то живности, которая может перейти на всё остальное в библиотеку, главное, руку вот эту потрогала, и строгать нещик нормально, вот, соответственно, она пройдёт сейчас у меня всю обработку, я её верну на полочку, вот, на сегодня это всё, вот, я очень надеюсь, что я вернусь, в режим постоянной съёмки видео, у меня уже запланированы, как бы, сценарии на два видео, в дальнейшем, одно из них выйдет буквально, наверное, на следующей неделе, вообще, у меня каждую неделю, я хочу, чтобы было по видео, чтобы выходило на выходные с видео, но я не знаю, насколько я буду успевать, я очень надеюсь, что я успею снять одно из тех, кого, видео, которые я хочу, к следующей неделе, к празднику, потому что я считаю, что это очень важно, у каждого может быть очень субъективное мнение, на данный счёт, на тему, которую я хотела бы снять, но я считаю, что это важно, вот, поэтому посмотрим, я очень постараюсь всё успеть, но не знаю, как успеть, вот, надеюсь, что у вас всё хорошо, прекрасные выходные, прекрасные недели, не позволяйте никому себя обижать, и портать вам настроение, потому что вы спокойно можете это делать сами, просто другой страны, вы этого можете и не делать, и доказать себе, и окружающим каждый день, что вы просто офигенно, и у вас обязательно всё получится, сегодня, завтра, или через год, это вовсе не важно, главное усилие, упорство, и желание чего-то достигать, пока, до новых встреч, субтитры, до новых встреч! Субтитры, до новых встреч! Субтитры,